МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изучение убийства бейчанки длится уже пять заседаний. Бочки с химикатами остаются на месте. В Бейске не смогли найти подрядчика для очистки территории бывшего лакокрасочного завода. Сделать город чище бейчане приняли участие в акции «Чистый берег». Изучение последнего эпизода по делу барнаульского маньяка затянулось в суде. В Калманском районном суде продолжается судебный процесс над Виталием Манишиным. 21 октября там вновь изучали письменные доказательства последнего вменяемого экс-чиновнику преступления убийства бейчанки Ксении Киргизовой. Об этом сообщает московский комсомолец на Алтае. Напомним, Ксения была пятой пропавшей абитуриенткой вуза и, по версии следствия, последней жертвой серийного убийцы. Она исчезла 15 августа 2000 года. Бейчанка была зачислена в университет и намеривалась пойти в приемную комиссию, но бесследно исчезла. Лишь спустя несколько месяцев ее вещи нашли рядом с поселком Южным. Останки девушки были в Калманском районе. Рассмотрение убийства Ксении Киргизовой еще не завершено. И на следующем заседании суд планирует выслушать еще нескольких свидетелей, а также продолжить исследование письменных материалов. Ранее сообщалось, что после рассмотрения всех эпизодов суд планирует допросить еще более 50 так называемых общих свидетелей, не связанных с жертвами. После этого стороны защиты и обвинения выступят в прениях, а судья вынесет свой вердикт. В Бейске не смогли найти подрядчика для очистки территории бывшего лакокрасочного завода. Для участия в тендере не было подано ни одной заявки. Развалины расположены недалеко от дамбы в центральной части города. Предприятие закрылось в конце 90-х. Территория с тех пор заброшена. Наследие в виде ржавых бочек и резервуаров с неизвестным содержимым уже давно вызывает тревогу местных жителей. Химикаты попадают на почву, скапливаются в лужи и источают едкий запах. Впервые на данную проблему обратили внимание в 2022 году после публикации в СМИ. Проведенные затем проверки показали, что содержание цинка и свинца превышено более чем в 45 и 50 раз. Суд обязал мэрию Бейска провести рекультивацию земель бывшего завода в срок до 10 декабря 2024 года. Однако заняться очисткой территории и залитой отходами лакокрасочного производства некому. На торги не заявился ни один возможный исполнитель. Добавим, что начальная цена контракта составляла более 8 миллионов рублей. По всей видимости, в скором времени будет объявлено о повторении процедуры поиска подрядчика. Тем временем жители продолжают сообщать о регулярных химических ароматах со стороны завода. Администрация ищет подрядчиков на рекультивацию, но пока никаких движений на территории мы не наблюдаем. Она также не огорожена. Периодически бывает, возникает запах. Весной очень сильно пахло. И на протяжении всего теплого периода тоже исходили запахи. Мы хотим жить в экологически чистом районе. Такое соседство нам не нравится. И будем надеяться, что все получится. В администрации найдется подрядчик и эти земли рекультивируют. Чтобы сделать биск чище, нужны перчатки, мешки для мусора и личный энтузиазм. Десятки волонтеров, большая часть из которых школьники, приняли участие в работах по очистке популярного места отдыха береговой линии Бии от начала дамбы до пляжа на зеленом клине. Акция «Чистый берег» проходит в Наукограде не в первый раз. Но каждый год к эко-челленджу подключается все больше желающих. В продолжении темы наш следующий сюжет. А вы знаете, кто отвечает за чистую воду в городе? Водоканал! Блеснуть знаниями в эко-теме, станцевать танец пингвинов и собрать полный мешок мусора. Вот так активно, полезно и интересно в Бийске прошла акция «Чистый берег». Десятки активистов собрались в воскресном утром с одной целью – сделать город чище. Мы сегодня идем до ревьера с нашими ребятами. Собрались мы здесь для того, чтобы показать на своем примере, что город должен быть чистым. Эко-волонтеры уверены, мусора никогда не бывает мало. Чтобы весной при таянии снега он не оказался в реке, его нужно убирать вовремя. В прибрежной территории Бии зона уязвимая. Это популярное место отдыха бийчан со всеми последствиями. За тех, кого зеленые инициативы интересуют мало, убирать приходится детям. Сколько тебе лет? Пять. А ты здесь зачем сегодня? Что будешь делать? Город чистить. Подростки, младшешкольники и даже детсадовцы. Силами одних детей избавиться от мусора проблематично. На помощь приходят взрослые. Мы в составе отряда «Добродворцы» занимаемся всякими добрыми делами, куда нас позовут. Мы всегда участвуем во всех акциях. И вот нас приглашали уже. Мы занимались очисткой леса в районе спортшколы за рекой. В чистых играх участвовали. Нам очень понравилось. Задача этой акции, как и любой зеленый, в объединении и мотивации. А еще в том, чтобы привить будущим поколениям уважение к природе и любовь к своему городу. В акции приняло участие более 50 человек. Хотелось бы отметить, что большинство из них – это дети детского сада со своими родителями, что очень важно. Потому что главная задача нашей организации – это воспитание бережного отношения к природе, получение навыков детьми по раздельному сбору мусора и сортировке отходов. Поэтому дети на мероприятии, взрослые на мероприятии – все удачно сложилось. Всем большое спасибо. «Чистый берег» давно стал настоящим эко-челленджем. Больше активистов – больше пользы. Итоги очередной акции радуют всех участников. Можно с уверенностью говорить, что за эти выходные в Бийске стало на 100 мешков мусора чище. Кристина Чернова, Андрей Сегаев. Будни. А далее реклама. Не переключайтесь. Готовьтесь к холодам заранее. В магазине «Ермак» новая коллекция качественных теплых курток и пуховиков уже в продаже. Митрофаново 35, остановка вокзал. На нашей улице опять праздник. Пассивный доход на благо каждой семьи. Теперь знаю сама. Узнай и ты. АЭС Финанс. Узнал «Передай другу». Сбережения до 20% годовых. Много слухов, а нужны факты? Следите за новостями на сайте Бийского рабочего. Полная картина каждого дня. Эксклюзивные и оперативные материалы. Bework.ru. Новости в режиме онлайн. Более трети доходов россияне тратят на еду. На покупку продуктов питания уходит не менее 35% от общего числа месячных доходов. Такие данные озвучили в Алтай-Крайстате. В целом на продукты питания и неалкогольные напитки по итогам 2023 года приходилось 6089 рублей за месяц на одного члена семьи. В базовый набор входит хлеб, крупы, овощи, молочные продукты, мясо, фрукты. Наибольшая доля приходится на покупку мясных изделий почти 30%. Хлебные и молочные продукции по 13%. Специалисты поясняют, значительные траты на питание связаны с высокой инфляцией на продовольственном рынке. Мы решили проверить статистику на улицах города и спросили убейчан, на что расходуется большая часть их доходов. Да на еду все уходит. На еду, на съемную квартиру. Большинство, конечно, и одежда, и еда. А если в процентном соотношении, вот на еду сколько примерно уходит? Я не одна живу, поэтому уходит много. Ну, так же можно сказать на еду и тратим. На детей, на еду. На учебу у нас много денег уходит. Еда, одежда, помощь детям. На еду в основном. А если в процентном соотношении примерно сколько? А, ну, примерно 80. Это пенсионер. Поэтому вот такие вот расходы у нас. А вот цена на бензин может измениться с началом ноября. По словам экспертов, стоимость литра может увеличиться. Причин тому несколько – сезонное подорожание, уменьшение предложений на рынке, поставки топлива за рубеж. И все же в ноябре цены, по мнению экспертов, останутся в рамках допустимого. По прогнозам, цена на самую популярную марку бензина АИ-92 начнется с отметки 54 рубля за литр. Минимальная стоимость АИ-95 составит 59 рублей. Дизельное топливо будет стоить от 66 рублей 50 копеек за 1 литр. В разных регионах страны разброс розничных цен на АЗС может достигать 5%. Добавим, что по данным Алтайкрайстата, все лето цена на топливо в Бийске была самой высокой в Алтайском крае. В Бийской налоговой службе напомнили юридическим лицам о тонкостях работы с единым налоговым счетом. Так, если организация имеет в собственности имущество, транспорт или землю, им необходимо направлять в налоговое уведомление о суммах налогов и авансовых платежей по ним. Сделать это можно заранее. Приближаются сроки представления уведомлений по имущественным налогам организации. 3 квартал 2024 года не позднее 25 октября. 4 квартал 2024 года не позднее 25 февраля 2025 года. Сюда включается земельный налог, транспортный налог, а также налог на имущество организации, но только в части объектов, облагаемых налогом, исходя из кадастровой стоимости и неотражаемых налоговой декларацией. Также есть возможность представить одно уведомление за все 4 квартала. Если в течение года сумма налога к уплате за отчетные периоды изменится, необходимо просто представить уточненное уведомление, в котором отразить верную сумму налога. При этом, как добавили в налоговой службе, если уведомления оформлены заранее за будущие отчетные периоды, то денежные средства спишутся с единого налогового счета только в предусмотренный законом срок. Уведомления обязательны к оформлению, включая случай отсутствия фактической уплаты денежных средств в качестве единого налогового платежа. 80% жителей страны употребляют недостаточное количество овощей и фруктов. Это данные Минздрава России. И не только из-за подскочивших на них цен. Между фастфудом и фруктами многие выберут вредную пищу. Поэтому каждый год, целую неделю населению страны рассказывают о пользе овощей и фруктов, особенно для детей. Так сколько этих продуктов нужно употреблять в пищу ради пользы для организма? И достаточно ли в школьном рационе овощей и фруктов? Расскажем в следующем сюжете. А ты вообще фрукты любишь? Да. Какие? Яллоки и бананы. Третьеклассники 5-й Барнаульской гимназии сегодня первыми дегустируют фрукты в школьной столовой. Конечно, такое разнообразие в тарелке здесь по случаю дня здоровья. Но в школьном рационе овощей и фрукты обязательно присутствуют. Правда, чаще в термической обработке. Вообще у нас используют фрукты для приготовления блюд. То есть получается у нас каша идет, допустим, яблоко. Ягоды у нас, большое разнообразие напитков. То есть есть напиток из вишни, из мородины, клюквы, клубники. Также напиток из сухофруктов. То есть все эти продукты у нас используются. По статистике, для нормальной работы организма детям до 7 лет нужно съедать 460 граммов овощей и фруктов. Тем, кому от 7 до 11 уже 650, после 12 лет почти 700 граммов. Мы, работая по проекту «Здоровое сердце ребенка», к сожалению, оцениваем физическое развитие и работу сердца. И видим, что рост ожирения и избыточной массы тела растет с каждым годом. Сегодня в рамках проекта обследовали учащихся 5-й Барнаульской гимназии. Всего по итогам 6 лет работы проекта здоровье проверили у 72 тысяч детей региона. 22% из них нуждались в дополнительном кардиологическом обследовании. Пищевые привычки нужно менять, уверены врачи. Овощи и фрукты являются источником витаминов, макро-микроэлементов, различных аминокислот. То есть они способствуют развитию, правильному развитию, росту ребенка, укрепляют иммунитет. Основная цель школьных дней здоровья – донести не только до школьников, но прежде всего до родителей. Что овощи и фрукты – это не просто вкусно, но и полезно. Ведь добирать их нехватку придется все-таки дома. Школьное меню может компенсировать лишь часть от необходимого в сутки. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Государственными наградами отмечены бейчане победители Паралимпиады в Париже. Ордены и медали удостоились пловцы Роман Жданов и Егор Ефросинин. Президент России подписал указ о награждении медалистов Паралимпиады 2024 года. Россияне, выступившие под нейтральным флагом, завоевали 64 медали различного достоинства. В общей копилке есть награды бейчан. Вклад наших пловцов – два золота, серебро и две бронзы. Роман Жданов за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе и целеустремленность удостоен Ордена Почета. Егор Ефросинин отмечен медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Сейчас атлеты находятся на медицинском обследовании и после продолжат тренировки и подготовку к соревнованиям. И о погоде 23 октября в Биске будет облачно. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха будет очень высокой. Возможно, слабое магнитное буря ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 5, плюс 7. И это все новости на сегодня. Если у вас есть актуальные темы, предложения, злободневные вопросы, сообщайте нам, мы постараемся вам помочь. Телефон нашей редакции 313-507, а также ищите нас в социальных сетях, оставляйте комментарии. Хорошего завершения рабочего дня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин